Эйко-воркинг. Ещё варианты? Эйко-воркинг. Открытый университет. Окей, спасибо, Настя. Всё, всё остальное впервые. Окей. Так, да, у нас две минуты буквально разобраться, потому что от этого зависит, что будет происходить дальше. Здесь находится штаб-квартир открытого университета. Здесь несколько штаб-квартир в стенах Эйко-воркинг хаба. Открытый университет — это частный университет, очень молодые, 12 лет и старше, очень пожилые люди, 80 лет и так далее. В чём инновационность говорить не буду, мы, наоборот, возвращаем классическое образование в современность, в частности, линдское. Например, мы очень много уделяем времени спорту и физике. И есть два способа учиться в открытом университете. Первый из них — прийти и получать специализацию, например, проектный менеджмент, например, диджитал дизайн. Например, можно просто прийти и стать йога-чистером, за какое-то количество времени, долгое. А можно учиться на специальных программах 100-дневных, где я подложу к сегодняшней теме встречи. И очень комплексно решаются четыре виды целей, каждый из которых каждый студент ставит их перед собой. Первое — это предназначение. И путь к этому предназначению. Его нужно выявить и каждый день к нему идти. Второе — это спортивная цель, то, как вы управляете машиной, в которой едет ваш мозг в душу. Третий вид — это культурные цели, общее образование, культурные цели. То, насколько вы широко образованный человек, и то, какой уровень культуры, эстетики, этики вы предповедуете. И последнее — это специализация. Вот эти четыре вида целей, если вы их достигаете каждые 100 дней, по нашему мнению, это современный профессионализм. Все прочее, скорее всего, отрывает вашу профессию от того, кто вы есть на самом деле. Поскольку у нас век не очень долгий в жизни, нам в университете очень важно выбрать и работать только с теми студентами, которые четыре вида целей для себя согласились развить. Вот это про образовательную лабораторию. С Даниэлем мы поговорили, очень быстро поняли, что у нас синхрон по целям, образование, которое дает Даниэль в своей компании, то, что мы делаем в этом университете. И у нас сегодня эксперимент, вы все участники этого эксперимента образовательного. Поскольку на входе в открытый университет, вот на те 100-дневные программы, по которым я говорю, тесты, эмоциональный интеллект, видеоэссе, письменные эссе — это все вступительные экзамены, там есть очень любопытный тест эмоциональный интеллект. Если вы его не проходите, мы вынуждены будем отказать вам в обучении. Поэтому сегодня мы решили вот эту тонкую тему, про которую многие говорят, но мало кто хорошо и глубоко образован и понимает, как же это управлять эмоциями своими, управлять эмоциями близких людей, управлять эмоциями далеких, вообще неизвестных вам незнакомцев. В общем, все это в этой теме есть. Сколько сегодня удастся раскрыть вам. Более того, это авторская история однозначно, это авторский подход к официальному сектору. Я также с удовольствием буду сегодня участником, буду в зале. Надеюсь, будет активно работать. Данилей Родиновский, прошу аплодисменты для нашего спектакля. Спасибо большое. Друзья, я буду бить микрофон, не угрожайте.